МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Строители Караганды отмечают свой профессиональный праздник. Награда нашла ветерана Великой Отечественной войны. Вкусные фабрики Караганды встречали воспитанников Осакаровского детского дома. Для чего необходим бой с тенью? Какое имущество подлежит легализации? Гарантируется ли конфиденциальность сделок с государством? Не будет ли проблем с законом? Все эти вопросы прорабатывались в городском Акимате во время совещания, которое провел Эрикбек Агатанов, заместитель Акима Карагандинской области. С 1 сентября вступает в силу закон Республики Казахстан об амнистии граждан в связи с легализацией имущества. Чиновники в первую очередь должны знать механизм проведения легализации, ее цели и задачи. Первое – это легализация имущества, которое находится на территории Республики Казахстан. Второе – легализация имущества, которое находится за пределами Республики Казахстан и легализация денег. Предполагается, что до 12 миллиардов долларов будет легализовано в Казахстане. Собравшиеся были проинформированы, как должна работать комиссия по легализации. Комиссия, помимо приема документов, будет осуществлять на предмет, проверять на предмет их законности, этих всех подающих документов. Это соответствующие запросы, соответствующие эксперты будут работать, поэтому здесь нам нужно будет оперативно все это работать, координировать. Были названы основные составы преступлений, по которым не предусмотрена амнистия в рамках легализации 2014. Это лжепредпринимательство, совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, незаконное получение и нецелевое использование кредита, нарушение правил проведения с ценными бумагами, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, экономическая контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов, рейдерство. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бакия Руспанов, Первый, Карагандинский. 7 августа Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков провел актив города Жизказгана, на котором сообщил о кадровых изменениях. В связи с переходом на другую работу Серик Шайдаров освобожден от должности Акима Жизказгана. По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и согласия депутатов городского маслихата, распоряжением Акима области на эту должность назначен Ахметов Батерлан Дюсенбаевич. И еще изменения. В связи с поданным заявлением Алтай Ельжасов освобожден от должности Акима Абайского района по собственному желанию. По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и согласия депутатов районного маслихата, распоряжением Акима области Нурмухамбета Абдебекова Акимом Абайского района назначен Шайдаров Серик Жаманкулович. В поселке Шахан будет проходить реорганизация поликлиники. Жители поселка пытаются противостоять этому событию, потому что после реорганизации шаханской инфекционной больницы ее закрыли. Заместитель Акима области Жанар Бекбанова приехала в поселок, чтобы разобраться в ситуации. Возле поликлиники поселка Шахан собралось много народу. Жители думают, что хотят закрыть их лечебное учреждение. А если закроют поликлинику, то всему поселку численностью 8 тысяч человек придется ездить к врачам в город Шахтинск, куда и так отправляются все жители ближайших поселков. Я сегодня приехала просто посмотреть, можно сказать, вопрос там в глаза. И чтобы потом, когда через какое-то время опять эти будут раздоворы возникать о том, что поликлинику закроют, не закроют, чтобы, знаете, нам друг к другу не было совершенно посмотреть в глаза. Вот я приехала специально для этого, чтобы вас заверить, успокоить, что с переменой юридического лица в вашей жизни, в жизни поликлиники, в жизни вашей, как врачей, как медицинского персонала, ничего меняться не будет. Заместители Акима области совместно с Акимом города Шахтинск встретились с работниками поликлиники. Медики тоже не рады реорганизации. Они думают, что после изменений их могут понизить в должности. Но чиновники объяснили, что никакого сокращения не будет. Каждый из персонала останется на своей должности. Руководители Управления здравоохранения стремятся улучшить жизнь поселков и малых городов. После реорганизации все будет только лучше, и жителям бояться нечего. Также Женар Рустемовна и Александр Минвалиевич побывали в школе и музее Шахтинска. Они проверили, как идет подготовка к началу учебного года и как работает местный музей. Лариса Хусейнова, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Привемте на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Hercule. Торговая марка Galvin представляет. Эконом-серия профиль Galtec 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Вот уже 73 года Самаркандское водохранилище является неотъемлемой частью темиртаусского пейзажа. К сожалению, для некоторых жителей оно стало настолько привычным, что правила поведения на воде просто не вспоминаются. Зря. В этом убедились трое темиртаусцев, которых спасли с помощью экскурсионного катера. Если бы не случай, то для троих темиртаусцев прогулка на лодке по водам Самаркандского водохранилища могла стать последней в их жизни. Прямо во время экскурсии на катере экскурсовод вдруг прервала свой рассказ и все увидели, что тонет лодка с людьми. Мужчина и двое его спутниц держались за корму, практически ушедшей под воду лодки. Ни спасательных жилетов, ни других средств спасения видно не было. Если бы экскурсионный катер не оказался случайно в нужном месте, то говорить об этом даже не хочется. Когда спасенных подняли на катер, оказалось, что компания была на веселе. Любители острых ощущений отправились испытывать судьбу в нетрезвом состоянии. Все хорошо, что хорошо кончается. Но так бывает не всегда. К другим новостям. 385 кустов конопли общим весом свыше 69 килограммов изъяли в ходе специальных оперативных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом Управления внутренних дел города Караганды и специального отряда быстрого реагирования. Сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом УВД города Караганды обнаружили плантацию конопли в теплице одного из домов города. Был задержан 40-летний местный житель, который занимался культивированием конопли. В его импровизированном зимнем саду полицейские обнаружили 385 кустов запрещенного растения. Общий вес изъятой конопли составил свыше 69 килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В год 80-летия Караганды 36 ребят из детского дома Осакаровского района провели экскурсию по крупным предприятиям города. Объектами посещения стали Караганды-Нан, кондитерская фабрика «Конфеты Караганды» и молочная фабрика «Натиже». Встреча была организована совместно с Управлением промышленности и Управлением образования Карагандинской области. Главной целью встречи является ознакомление детей с потенциалом и возможностями нашего региона. Мы хотели бы на примере работы сегодняшнего предприятия показать, как наши люди трудятся, какое производство в нашей области есть, к чему можно стремиться, в каких успехах можно достичь. Я думаю, сегодня это был большой важный шаг в жизни детей. Первым объектом посещения стала молочная фабрика «Натиже». На сегодняшний день на производстве трудится более 600 человек, а объем реализации продукции с каждым годом усиленно растет. Школьники поинтересовались, как именно готовятся их любимые молочные продукты. Спасибо большое за предоставленную возможность посетить, побывать. С детям очень интересно и для них это очень полезно. Затем ребятам показали работу крупнейшего предприятия Карагандинской области «Караганды-Нан». Здесь была показана техника выпечки разнообразного ассортимента хлебобулочных изделий. Нам очень понравилось на экскурсиях. Особенно нам понравилась хлебобулочная комбинация, где изготавливают хлеб. Я в первый раз приехала на экскурсию и меня это очень удивило. Там так много интересного. Пожалуй, для школьников самым интересным местом стало одно из крупнейших кондитерских предприятий акционерное общество «Конфеты Караганды», которое не первый год радует горожан своими сладкими продуктами. Посещая производственные объекты, школьники воочию могли увидеть, как проходит технологический процесс работы на предприятиях, с помощью каких современных технологий работают специалисты. Я первый раз увидел, как карамель готовится, из чего она приготовляется, как заворачивается. И вообще я думал, что такого не бывает, как быстро она сворачивается. Школьники были рады предоставленной возможности побывать на предприятиях области. У некоторых из них даже появилось желание пойти работать на карагандинские фабрики и трудиться во благо шахтерской столицы. Такие полезные встречи организаторы планируют проводить регулярно. Гульнур Жакен, Олжас Габазов, Вахтяру Спанов, Первый, Карагандинские. Ежегодной традицией стало для микрокредитной организации КМФ проводить День открытых дверей. Цель данного мероприятия – создание более доступного и взаимовыгодного общения с клиентом. КМФ существует с 1997 года. В Карагане филиал был открыт в 2006 году. День открытых дверей создан для того, чтобы сотрудники в общении с клиентом лично узнавали отзывы, предложения и устраняли свои недостатки. Главным критерием является абсолютно прозрачная документация для своих вкладчиков и минимальный пакет документов. Представляя микрофинансовый сектор, основная цель которого улучшение благосостояния населения посредством программ микрокредитования КМФ содействует развитию микро- и малого предпринимательства, улучшению качества жизни населения, развитию сельского хозяйства. Выдаем кредиты на развитие бизнеса, на сельские хозяйственные нужды, на потребительские нужды. Возникает вопрос, почему КМФ? КМФ, здесь сокращенный документ оборот, лоярный, прозрачный подход к любому клиенту. Нам разницы нету, любой клиент. То есть разницы нету, лоярный клиент или новый клиент. Для нас клиент важен всегда. КМФ может не только выдавать выгодный кредит, но и объяснить, как будет плодотворнее его потратить. В рамках программы финансовой грамотности проводится обучение клиентов и сотрудников по развитию бизнеса и составлению семейного бюджета. Мы очень благодарны руководству, обслуживанию, быстрым обслуживанием, комфортным таким вот состоянием со стороны нас и со стороны руководителей банка. Хочу пожелать банку процветания, а нам поменьше процентов. Гости остались довольны организованному мероприятию. Они отметили высокий уровень обслуживания сотрудниками. Быть клиентом КМФ не только выгодно, но и приятно. По окончанию дня открытых дверей КМФ своим верным и постоянным клиентам вручил ценные призы. Сергей Высокосов, Ануар, Сейдрахим, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. С первых дней появления нашей планеты человек строит. На протяжении многих веков строители Казахстана сооружают дома, предприятия, учебные и больничные учреждения. Поэтому и у специалистов этого дела существует свой профессиональный праздник – День строителя, который отмечается каждое второе воскресенье августа. В городском Акимате торжественно чествовали 10 лучших работников строительной отрасли. Свидетелем приятной церемонии стала и наша съемочная группа. Профессия строителя всегда была востребована во все времена. Сегодня под руководством лидера нации Нурсултана Назарбаева мы строим новый независимый Казахстан в буквальном смысле этого слова. Благодаря неустанному труду профессиональных строителей наша страна и шахтерская столица с каждым годом процветает. На примере нашей родной Караганды мы все видим, как возводятся новые жилые комплексы, строятся детские сады, школы, ремонтируются дороги, благоустраиваются улицы, скверы. Весь этот ваш труд, конечно же, в первую очередь направлен на улучшение качества жизни наших горожан. Благодаря строителям города в шахтерской столице возводятся новые жилые комплексы, строятся интересные архитектурные сооружения. Строитель по призванию, энергетик по профессии Анатолий Устюгов в этой сфере трудится более 30 лет. Последние 13 лет работает энергетиком. Мужчина считает, что к своей профессиональной деятельности всегда надо относиться добросовестно, а главное с любовью. Это очень большой труд всех специальностей строительных, начиная от отделочников, кончая бетонщиками, электриками, в том числе и энергетиками. Большое спасибо сотрудникам моей фирмы, сотрудникам Акимата, ну и, конечно, нашему президенту, который смотрит за этим и большое влияние на строительство. Сегодня в государстве реализуется проект строительства 100 школ и 100 больниц, благодаря которой в настоящее время в крупных городах республики и в нашей области сдаются новые школы, детские сады и медицинские учреждения. Стоит отметить, что в Казахстане принимаются все меры по увеличению уровня доступности новостроек. В будущем страна, в том числе и шахтерская столица Казахстана, станет еще краше. И все благодаря строителям, чей труд заслуживает еще больших почестей и наград. Ветеран Великой Отечественной войны Камали Дюссенбеков был награжден медалью, которую прислали из Беларуси. К его многочисленным наградам добавилась еще одна. Камали Дюссенбеков ушел на фронт добровольцем в 1942 году, когда ему было 17 лет. Сейчас ему 90. Защищал Москву, Сталинград, Крым. Боевой путь у Камали Жуматаевича долгий и сложный. Он принимал участие в самых жестоких сражениях Великой Отечественной войны. Сначала попал в 111-ю стрелковую дивизию 2-й ударной армии в Подмосковье, в Матичинском районе. Когда отбились от фашистов, их перенаправили в Тамбов, а потом под Сталинград. Пешком по украинской земле, освобождение Крыма от участников штурмового отряда, потом по украинской земле, Белоруссии, Балтику. Я получил тяжелое ранение, вернулся домой в конце 1944 года и начал продолжать трудовую деятельность здесь, Караганде. Затем были бои за освобождение Украины. В 1943 году после освобождения Херсона Камали Жуматаевич получил свой первый Орден Славы. Солдат продолжил приближать победу, направившись в 1944 году воевать в Крым. После войны работал председателем Жанаркинского райисполкома, начальником областного управления торговли Жизгазганской области. На пенсию Камали Жуматаевич ушел в 1985 году. Аким Казабекбийского района Караганды Рустем Кабжанов сердечно поздравил ветерана и в его лице еще 43 старых солдата, которые освобождали Белоруссию. Всего в Казабекбийском районе проживает 135 ветеранов Великой Отечественной войны. Лариса Хусейнова, Нурсултан Исаев, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. В Караганде проводится акция «Безопасное лето». Мальчишки и девчонки с удовольствием проигрывали критические ситуации, которые могут возникнуть при пожаре, на воде и на дорогах. Главной целью всех действий стало предупреждение детского травматизма. Управление образования и регионально-научно-практический центр СРРК Дараны с участием Департамента по чрезвычайным ситуациям в Карагандинской области провели акцию «Безопасное лето». В этом им помогали отряд юных инспекторов движения и юные пожарники. С целью предупреждения и профилактики детского дорожного травматизма и безопасности на воде, а также противопожарной безопасности, с 25 июня и по 25 августа текущего года проводится акция «Безопасное лето». В рамках акции проводилась познавательная игровая программа для детей. Мероприятие проходило в Майкудуке на аллее возле детской площадки. Юные инспекторы движения раздавали листовки водителям на тему «Будьте внимательны на дороге». «Хорошо, что проводят такие акции. Мы впервые попали на такую акцию, чтобы для безопасности детей, чтобы детей обезопасить, так как часто сейчас происходят авари, дети выбегают на дорогу. Здесь и номера телефонов служб безопасности показали, чтобы дети обращали на это внимание и поменьше было таких случаев, как аварии и пожары». Во время проведения акции были разъяснены правила поведения и порядок действий при возникновении различного рода опасностей. Также был проведен инструктаж по правилам поведения на воде. Все дети активно участвовали в программе и отвечали на вопросы. К сожалению, всех болельщиков «Шахтера» Игорь Тудор, тренер хорватского футбольного клуба, сдержал свое слово. Командой, которая вышла в следующий раунд, оказался хорватский «Хайдук». Сегодня ночью прошла ответная игра третьего отборочного раунда Лиги Европы между командами «Шахтер» и «Хайдук». Первый матч закончился результативной победой наших соотечественников. В ответной игре горняки пропустили свои ворота три безответных мяча. Участие в матче не принимал капитан команды Андрей Финонченко. Футболист получил травму на тренировке. Возможно, причиной такому разгромному поражению стали болельщики «Хайдука», которые всю ночь шумели у гостиницы, где остановились карагандинцы. Как бы то ни было, наша команда завершает свое выступление в этом сезоне на европейской арене. Ануар Сидрихим, Бахтярус, Панов Первый, Карагандинский. Это была последняя информация на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Приятных вам выходных. Амаза оболонитар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова